Продукты еще не привезли. Не хватает кое-чего. Доставка продуктов. Хорошо. Это наши поставщики. Во время работы по телефону говорить нельзя. Говорю, чтобы знала. Да нет, извините. Значит, судьба встретится снова. Я оценила. Спасибо. Не стоит, Хатун, ну что ты. Твои желания как указ для меня. Спасибо. Пусть Аллах будет тобой доволен. Пока. Пока. Почему не берешь трубку, а? Приходил тот, кто занимается паспортами. Решим это дело. А ты где, когда будешь? Я не приду, Барыш. Если не срочно, кладу трубку. Фелис, успокойся, соберись. Есть предел же. Приди в себя, успокойся. Какие сюрпризы? Я нашла работу. Работу? Мой руководитель строгий, кладу трубку. Так, минутку, что делаешь? Нашла работу? Когда? Где? Потом поговорим. Не буду тратить время, кладу трубку. Поговорим, госпожа Фелис. Обсудим это. Как работать без моего позволения? Все обсудим. Ладно, Барыш, давай. Потом созвонимся. В рабочее время по телефону не болтаем. И когда придешь завтра, выбрось тряпки, которые на тебе. Ну что, милый, Фелис не придет? Она что, работает? В чем дело? Да, говорит, нашла работу. Ты знаешь, где? Почему? Нет, не знаю, но по-моему, это хорошо. Да, Барыш, это так. Ты в таком положении, мы без работы, другой студент. Что еще остается? Как все будем оплачивать? Чичек права. Нужен работающий человек, не так ли? Работающий? Ну, конечно. Вас же так много стало. Скоро караван будет. То, что кушается, без денег вообще не готовится. Чичек, клянусь, ты очень вкусно готовишь. С тобой никто не сравнится. Аж пальчики оближешь. Да ладно, ну что вы. Да-да, именно так. Пока не села. Принеси мне чаю, милая, ладно? Хорошо. Она устроилась назло мне. Чтобы наказать меня, ты видишь это? Какое наказание, милый? Фелис, кто еще? Злится на меня, поэтому и устроилась. Мы даже не знаем, устроилась она или нет. Чичек, может быть, позвонишь, поговоришь, а? Спроси, где работает, а? Она послушает тебя и скажет тебе, я уверен. Милый, раз говорит работает, значит работает. Оставь ее. Тогда узнай, где. Хотя бы будем знать, где она ведь, так? С ней случился ты. Что еще может быть? Долгих лет жизни тебе, Чичек. Очень смешно. Шутка. Позвоню. Звони сейчас. Где мой телефон? А ты сразу обижаешься. Здравствуйте. Я хотела узнать, могу ли отправить вам список заказа в виде сообщения, а не мейлом? Поняла, хорошо. Сейчас сделаю. Спасибо, легкой работы. Дай бог, чтобы у тебя была перемена. Алло, Кирас. Я тебе отправлю сообщение. Ты можешь отправить электронной почтой? Но с твоего телефона. Отправить-то отправлю, но... Отправиться ведь с моей почты. Пусть, это не важно. Напиши. ВН бутик-ресторан, хорошо? А зачем тебе отель и ресторан? Я работаю, сестра. Это очень важно. Хорошо. Скинь мне адрес и сообщение, на которые нужно отправиться. Я все сделаю. Хорошо, я отправлю. Что за убожество? Возьми вот это. Все мейлы отправляются с личной страницы. И пусть написано, будет понятно. Поняла меня? Поднимайся наверх и проверь комнаты. Жду отчет в течение часа. И на сегодня нужно четыре официанта. Ты поняла меня? Организуешь? Да-да, я организую. Если нет, то оставь работу. Поняла меня? Почему вы думаете, что я не решу? Госпожа Мирана, не переживайте. Хорошо. Отнеси я это на кухню. И, кстати, официанты пусть будут молодыми и красивыми. Не приводи некрасивых людей. Поняла меня? Поняла. Ну, посмотрим. Мы наймем четыре официанта. Откажи им. Посмотрим, как справиться в последнюю минуту. Дачечек. Фелис, что делаешь? На работу устроилась. Поздравляю тебя. Да, работаю. По телефону болтать нельзя. Кладу трубку. А где ты работаешь? Какой адрес? Какой номер? Что за работа? Попросил позвонить тот умник. Ведь так? Скажи ему, что это отель Бебек. Понятно? Кладу трубку. По телефону болтать нельзя. Хорошо, милая. А что за бутик, а? Откуда он взялся? Мы же занимались шитьем. А ты вроде как доктором был. Но прошло ведь так. Причем здесь это? Такой девушке, как ребенок? Ребенок к лицу. Ее же считают вдовой? Как это будет, а? Ты что говоришь? Молчи. А что я говорю? Барыш, ты что делаешь? Ты что делаешь, а? А ну-ка оставь все. Я иду ее увидеть, друзья. С ума сошел? Ты мертв. Хочешь попасться? Надену шляпу и все. Меня не узнать. Не глупи. Присядь сюда. Я быстренько сбегаю, и никто меня не узнает. Поняли меня? Если ты пойдешь, тебя поймают. Понял меня? И больше ты не увидишь жену. Да, послушай меня. Если ты уйдешь, то точно больше ее не увидишь. Послушайте меня. Я понимаю вас. Понимаю ваши переживания. И вы правы, хорошо? Но проблема была. Ее уже нет. Нихаль уехала. Ушла из нашей жизни. Ее больше нет. Опасности нет, говорю вам. Ты тоже замешан в этом, ведь так? Говори. Что вы здесь делаете? Ты мне все расскажешь. Какой у вас план? Вы объединились. Устроили ловушку. Говори мне, где Саваш? Я не знаю, о чем вы говорите. Я готовил досье против тебя. Но его украл Ниджат. Ничего больше я не знаю. Не знает он, да? Ты ничего не знаешь разве? Я что, глупая? Я все поняла. В той могиле лежит не Саваш. О чем ты говоришь? Ты что несешь? Не понимаю тебя. Ты хорошо играешь. Хорошо, адвокат. Но я не глупая. Расскажи мне, когда вы устроили ловушку. Когда говорил по телефону, да? Иначе тебе конец. Я серьезно. Успокойтесь. О чем вы говорите? Вы можете мне объяснить? Я говорю про аварию, в которой погиб Саваш. Ты что говоришь? Саваш умер? Я правда ничего не знаю. Я сообщил ему о том, что украли досье. И все. После этого мы не связывались. Если я не отправлю их в тюрьму, и не узнаю, кто лежит в той могиле, я не нихаль. Ты понял меня? Я докажу, что он жив. В конце концов, там же умер кто-то. Может быть, они убили его? Откуда знать? Хватит, ты сошла с ума. Что ты хочешь от них? Я не понимаю тебя. Он умер. Умер. Пойми это. Нет. Нет, не умер. Он не умер. Слышишь меня? Мой муж не умер. Рахмет. Я не могу работать с теми, кому не доверяю. Посмотрите в зимнем саду, пожалуйста. Ты знаешь обо всем. Ты же работал официантом. Ты можешь прийти? Ну что ты, сестра. Это наша первая профессия. Все, реши, не переживай. 302-я комната. Посмотрите, пожалуйста. Приведи еще троих, ладно? Которые хорошо работают. Сможешь найти? Найдем сестра. Раз работа есть, нужно помочь. Кстати, хорошая работа. Но женщина-маньяк Рахмет. Я сойду с ума. В Бибеке. ВН-отель. Отель-бутик. Приходите, хорошо? Хорошо, сестра. До встречи. Ради бога, поторопитесь. Я не желаю больше ошибок. Ты не собираешься домой, сестра? Может быть, как-нибудь приду? Приходи. Прошу, госпожа Дарин. Кофе без кофеина. Мало молока и без сахара. Спасибо. Выучил с первого раза? Почему? Дарин всегда так пьет. А какой кофе пью я, Толго? Ложка сахара? Подождите меня здесь. Я скоро подойду. Я с вами еще не закончила. Спасибо. Рахмет, какой кофе я пью? Турецкий ты не любишь, заканчивается быстро. Самый большой тяжкий. Черный. Когда выпьешь половину, больше не пьешь, потому что остывает. Когда слишком горячий, такой не пьешь. Почему спросила? Ну, так нужно. Какой пьет Дарин? Откуда я знаю Денис? Иди спроси у нее. Мне кажется, Толге нравится моя сестра. Ну и хорошо. Великолепно. Ты сегодня вечером не сможешь поработать официанткой? Смотря кому, буду служить. Не время для шуток, Денис. Это серьезно? Сестра нашла работу. Необходимо два человека. Хорошо. Как раз были дела. Главное без глупостей, Денис. И делай, что хочешь, ладно? Ладно, мне пора. Учитель Али был злым. Я ничего не сделал, что он просил. То есть проверить, где работает Фелис? Да, брат. Поезжай, посмотри, какой отель. Почему этот отель? Названия, работники, подробности. Ладно, чтобы все знали. Даже после смерти от тебя нет покоя. Ты с ума сошел? Бросай свои дела и бежать за тобой? Ну почему ты не можешь, а? Ты что, не доверяешь Фелис? Доверяй, брат. С этим проблем нет. Я доверяю ей. Но окружающим я не доверяю, пойми. Не говори, как будто не знаешь. Помнишь, из прачечной? А адвокат? Не начинай. Да, ты прав, что сказать. Парень, сходи и узнай. Она ведь назло мне там, понимаешь? Она упрямится. Чтобы я не боялся, что с ней что-нибудь может быть. Будь братом, ладно? Покажи себя. Вдруг проблемы есть. Ну пойми, ладно? Барыш, мой милый брат. В жизни Фелис есть проблемы важнее тебя. Не задаляй меня говорить. Она вышла за тебя. Что еще может быть? Брат, выдохни. Гордись тем, что работает жена. Да я рад. Очень рад. Дело-то не в этом. А вдруг скажешь всем, что ее муж умер, а? Потом опять решай проблемы. А решать-то я не могу. Фелис так не сделает, брат. Она не сделает. Она защищает себя, не переживай. А вот ты выходишь, и потом бомба. Нам конец. Ладно, я преувеличиваю. Нужно просеять, чтобы в еде не было камушек. Именно. Много камушек. Он ушел из моего дома, ведь так? Да, ушел. Но с ума сходит твой зять. Боже мой, что опять? Добро пожаловать. С добром пожаловал. Господин Фикарь, я спрошу у вас кое-что. Спрашивай. Может быть, вместе с Хатум пойдете на ужин, что скажете? Боже мой. С чего это взялось? Ну-ка, тихо, помолчи. Что даже взамен? Спрошу. Взамен? Вы и так идете в ресторан? Я не прошу этого. А есть причины. Ты хочешь, чтобы мы ушли? Считай себя умным. Ладно, говорите. Что вы хотите? Я дам вам. Я хочу твой дом. Мой дом? Ну да. Вы пришли сюда. Спите друг на друге. Вы отсюда не уходите. Хотя бы мы с Хатум будем там жить. Устроим там, да? Еще чего. Ну а что? Совесть имей, батюшка. Даже девочка там не живет. Пожила бы. Я что, не разрешал ей? Боже мой. Пришли сюда. Друг на друге спим. Подумайте сами. Хотя бы мы вдвоем уйдем. Вы что, больные? Может быть, вечером она с мужем домой уйдет? Скажи что-нибудь, брат Туфан. Мне-то что? Ты не смотри на него, брат Фикри. У него же она на работу устроилась. А он не гордится, а ревнует. Посмотрите лучше на него. Ну, Туфана. Привет. Сестры Тилай предложили хорошее дело. Она делала массаж одной женщине, и та предложила ей уехать в Германию. Что предложила? Ты не можешь держать язык с зубами. Любимый, в Германии есть центр, в котором предоставляют такие услуги. Женщина, которая там работает, ушла в декрет. И они предложили мне... Я хотела спросить у тебя. 3000 евро в месяц. Вот я и сказала, что... Ну, я и сказала, что... Что? Ну-ка, подойди. Наверное, что у тебя упрямый и агрессивный муж, который не везде пускает, ведь так? Что ты ответила? Туфан, почему так делаешь, а? Хорошая работа, радуйся. Разве это одно и то же? Не смейся, чего смеешься? Ты нашла их из модельного агентства? У вас есть опыт? Дайте стол и покажем вам. Справимся? Ну да, есть, конечно. Если бы не было, нас бы здесь не было, ведь так? У нас сегодня вечером будут важные гости. Их ошибка может погубить тебя. Я поняла, госпожа Мираль, не переживайте. Подготовь для них формы. Ну вот и все. Говорит форма. А где она, я не знаю. Наверное, хочешь, чтобы я угадала. Ладно, спасибо вам, что пришли. Ну что вы, госпожа Ферис? Если это поможет... И для нас веселее как раз. Не переживайте, все решим. Спасибо. Есть лист один, посмотрите. Рахмет, можно тебе? Ты чего это, а? Ну, сестра. Ты что делаешь, а? Привел их обеих сюда. Ты просил официантов, вот я и привел. А если поссориться здесь? Она ждет мои ошибки, ты понимаешь это? Да нет, ничего не будет. Мы все решили, не волнуйся. Для тебя это неожиданность, но... Мы с Денис вместе, имей в виду. Который из них Денис? С короткими волосами? Да. Но ты же был с Дерри. Она теперь не встречается с парнем-подруги? Ничего не понимаю. Да, так было, но... Мы все решили между собой? Что решили? Сейчас проблем нет. Легкой работы, целую тебя. Ну что, вам лучше? Неплохо. Спасибо, что подвезли. Доброй ночи. Добрый. Вы тоже не верите мне, не так ли? Дело не в этом, верю я или нет. Дело в том, что я не понимаю. Почему не оставить ее в покое, а? Она ведь тоже потеряла любимого человека. Некрасиво. Если бы это было правда, я согласна. Но Саваш не умер. Вы слышали аварию, когда говорили по телефону. Почему вы не верите? Понять не могу. У Саваши не было золотого зуба, говорю же. Допустим, не было. Но, может быть, перепутали вещи. Не может быть? Вы знаете депо потерянных вещей. Там все в перемешку. Еще чего. Ладно, доброй ночи. Вот черт. Госпожа Нихаль, успокойтесь. Проходите. Проходите. Госпожа Нихаль, я понимаю. Вы проходите первый этап принятия смерти. Вы не можете принять то, что Саваш умер. Вы пытаетесь это объяснить. Нет, это не так. Но что не получит от этой игры, поймите? Избавиться от вас, выставив его мертвым? Ну а что потом? В смысле? Как он будет жить? Работать, зарабатывать деньги? Выходить на улицу? Если заболеть, не сможешь пойти в больницу? Если поймать полицию, нет паспорта? Вы верите, что такое может быть? Госпожа Нихаль, где найти того, который может отказаться от своей имени, от своей профессии, свободы, да от всего, что он в жизни получил, ради любимой? Такая любовь разве существует? Дерриен, займитесь десятым столиком. Хорошо, госпожа Фелис. Хорошо, госпожа Фелис. Рахмет, у Пятого закончился алкоголь. Девушка оглядывается, беги. За столом госпожи Мираль упала вилка. Скорее, толка. Денис, за седьмым столиком нет тарелки. Принеси. На седьмой стол не принесли блюда. Как вы видите, отнесли? Беги в отель. 216 номер. Из комнаты пахнет сигаретами. Реши вопрос и возвращайся. Хорошо. Вступай. Почему ты принесла мне чай, а? Хатун, давай, принеси мне чаю. Невестка, принеси чаю. Я беременна. Ладно, я принесу. Туфан? Тюлай, все, закрыли тему, ладно? Мы едем в Германию. Нам суждено жить здесь. Все. Любимый, ну послушай. Накупим денег для ребенка. Зинеп тоже поедет с нами? Сестра Тюлай, ну что ты, поеду, конечно. Ты, конечно, переживаешь, но подумай об этом. Такой шанс выпадает нелегко. Клянусь, он прав. Ради таких денег стоит. Допустим, мы поедем. Тюлай будет работать. Ну а я что? Ради бога. Ты дурак, Туфан. Жена будет работать, содержать тебя. Что тебе еще от жизни нужно? Я хотел, а принесла чай всем. Если не буду работать, я сойду с ума. Так невозможно, клянусь, я не смогу. Посмотри на зятя, а? Всего лишь один день дома, посмотри. И в каком он состоянии ты видишь это? От тебя и дома мало, батюшка. Возьми. Боже мой. Фикри, а ты прав. Большое спасибо. Не знаю, что бы я делала без вас. Вы помогли мне. Спасибо вам. Ладно, не преувеличивайте. Потом с Рахметом рассчитаемся. В смысле? Даже неплохо для первого дня, по-моему. Ну да. Посмотрим. Я думаю, не зря. Чуть позже тебе предложат работу. Фелис? Подойди-ка. Нужно поговорить. Ну, я же говорила. Да. Будет завтра в 8 утра. Если опоздаешь, дверь закроется. И приоденься. Ну, а что будет с кафе? Туфан, сынок, ты больной, а? Через месяц ты купишь целый ресторан. Брат, уеду я в Германию. Ну и что потом? Все клиенты разбегутся, понимаешь? То место моя кормилица. Что я буду делать? Брат Туфан, я скажу кое-что. Говори, Чичек. Все уже высказались. Говори все, что пожелаешь. Давай. У моего дяди тоже было кафе, знаешь? В молодости работала там. И знаю, как это делается. То есть? Что то есть, любимый? Она имеет в виду, не закрывай кафе. Она будет им управлять. Это же хорошо, любимый. Туфи, не смей. Весь район будет смеяться потом. Почему это? А почему нет? Прекрасно ведь. Кафе познает учтивость. Женские руки должны коснуться его. Об этом я и говорю. Что они будут делать? Приходить к нашей черной везьме? Хотя можно подумать, но... Я просто решила сказать. Детские воспоминания, вот и все. Всегда держала в себе. Ну ладно. Тогда дом наш. Дом наш. Но послушай, присмотри вы за ним. Это мое сокровище. Конечно. Молодец. Любимый? Отлично. А в чем дело? Наконец-то явилась. Сестра Фелис, мы с сестрой Тюла и братом едем в Германию. Что? Да, Фелис, мне предложили работу. Уезжаем в Германию и избираем с собой Зинеп. Не поняла. Навсегда? Нет, нет, не навсегда. На полгода. Накупим денег и вернемся с ребенком. А за кафе буду приглядывать я. Я буду им управлять. Хорошо, хорошо, но... Полгода это много, Тюлай. Я буду скучать по тебе. Я тоже Фелис. Но теперь есть он на телефон. Будем общаться по видео часто. Что с нашими женщинами, а? Все прям бизнес-леди становятся. Ну и что здесь такого? Ты тоже едешь? Да, сестра. Спасибо за все, что сделали, правда. Вы стали мне семьей. Большое спасибо. Вот так вот. Я буду ассистентом. Когда оставят это дело, я займу ее место, наверное. С одной стороны, буду учиться, с другой... Готовиться, чтобы сдать экзамены. Ты сдашь. Сдашь, не волнуйся. Я тобой горжусь. Правда? Ну, конечно. Ты молодец. Не волнуйся. Я пригляжу за детьми, хорошо? И с тобой буду заниматься уроками. Мы все сделаем. Большое спасибо. Не за что. Красавица моя. Я поддерживаю тебя. Ну что, мы пойдем домой, а? Только при одном условии. Что опять? Не надевай эти усы, прошу тебя. Ну почему? Плохо выгляжу. Ужасно, вообще не идет. Пожалуйста. Ну почему? А вот так вот? Нет. Как Аль Пачино. Это мое условие. И тогда вернемся домой. Ну хорошо. Раз так хочешь. Но мне понравилось. Так было тепло. Чай готов. Ох, блядь. Филис, октан. Чай готов. Это последний призыв. Барыш, мне нужно идти. Она больная. Она выгонит меня с работы. Ты в таком виде? Ну конечно. А что, некрасиво? Она хочет так. Некрасиво? Это слишком? В таком виде на работу? Почему слишком некрасиво? Нет, ты выглядишь хорошо, но... Дело не в этом. Сколько вас там работает? Ты знаешь? Кто такие? Мужчины? Нет, ну а что? А ты уверена, что Мираль вообще женщина? А что, бывает мужчина по имени Мираль? Послушай, бывает. Я знаю одного такого. Зовут Шейда. Есть еще Озде. Олджай. Да, такое бывает. И Мираль может быть. Это слишком. Ты любопытный. Посмотри на меня. Ты замужем. Они знают это, а? Мы надели кольца не вот так вот просто, да? Ты ведь знаешь это? Я просто служащая, и все. Послушай меня, ничего нет ведь, так? Я опаздываю, мне нужно идти. Мать твою. Чего тебе, Дерин? Не кричи с утра, ладно? Передаю, стой. Алло? Дерин, в чем дело? Который час? Ладно, ладно, я еду. В чем дело? Почему кричите оба с утра? Ты не поставила будильник, ведь так? Боже мой, поставил бы сам. Сегодня экзамен, я на него опоздал. Да ладно тебе, успокойся. Учитель Али меня убьет. Он сильно злится. Ох, Денис. Увидимся в универе. Если, конечно, я работаю все еще там. Увидимся. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 берите чек если вы что-нибудь сделаете то я вас знаете что там свежий чай хорошая погода нарды домино карты кто хочет пусть заходит тем более брат туфан кроме чай ничего не умеет а я даже липовые заварила я захожу а вы мерзнете проходи батюшка проходи из тебя бунтующий никакой фикри ты предатель ради чай бросил нас да что с тобой рахмет дал задание тебе а ты сделал наполовину их даже не дополнил сегодня опоздал на экзамен что происходит с тобой дома проблема есть из-за этого в школе дома на улице они есть везде сынок зачем тебе знания если ты не можешь их решить да вы правы учитель извините послушай меня ты здесь словно на нити твоя гарантия только лишь твой ум если ты этим не будешь пользоваться а что это там внутри для тебя есть небольшая проблема не сейчас не сейчас потом решишь тебе нужно решить это ты будешь простым математиком или тем кто сам устанавливает себе правила ну а кто хочет быть обычным учителем а это не выбор иди обдумай все более того подумай и прими решение вместе с девушкой которая для тебя важнее карьеры хорошо учитель еще рахмет если не сможешь решить не переживай значит не время а если решу значит твое место не здесь а в лучших местах ступай добро пожаловать так что делаете мамочки какая ты красивая добро пожаловать стала бизнес леди я устала барыш вставай или сяду или не встану покушали бы вместе практически не видим тебя да нет что-нибудь дома приготовлю решай зато проверю понятно обижаешь брат барыш я все сделаю посмотрим а ты смотрю привык бы здесь да ну и что ни халь нет опасности нет скоро получу паспорт и все буду свободно гулять хорошо я сейчас постой я сама наверное кирас она вышла за хлебом дима зеленый сет мистер а Субтитры подогнал «Симон»